о реке и озеро из канализации то что было на месте парка сергея галицкого раньше почему сейчас его считают лучшим в россии смотрите в этом выпуске зеленый оазис раскинулся на 44 гектара и был построен местным предпринимателем сергеем галицким за более чем 4 миллиарда рублей сегодня мы побываем в самом большом японском саду за пределами японии пофоткаемся на поле шалфеем загадаем желание золотой рыбки и увидим самые редкие деревья в россии в 2017 году открылась первая очередь сейчас их 5 это парк галицкого это краснодар на проект пригласили не просто хороших спецов а лучших авторами являются архитектурное бюро из германии gmp international они проектировали первые очереди вплоть до 2020 года в парке настолько много локаций что потратить на его изучение можно полдня а то и больше ландшафтные архитекторы продумали все до мелочей например в этой зоне есть вот такие футуристичные стулья и несмотря на их замысловатый дизайн они очень удобные вы можете взять этот стул расположиться где вам удобно и подумать о чем-то своем кстати выглядит как будто все стулья на месте а мы точно в россии строящийся сад облаков проектировала команда александра грифко японский сад создал ясу бепу а навигацию разрабатывала студия артемия лебедева кстати установка указателей видимо все еще в проекте сейчас парке сложно найти нужный объект и легко пропустить что-то интересное обалдеть еще одна необычная локация в парке это поля шалфея кстати прочитала такую интересную новость что в древности оказывается говорили если посадить шалфей в свой сад ну вообще на свой участок можно продлить себе жизнь ставьте лайк если не знали а здесь атмосфера знаете располагает наслаждению пока что аромата я не никакого не услышала шалфея хотя он по идее должен быть но никакого аромата мне кажется не надо когда ты видишь это фиолетовое море а вот аромат вот офигеть аромат бомба на самом деле реально очень круто пахнет на секундочку 7 утра мы вообще плане приехать сюда в пять конечно но женщины понимаете ли собираются долго поэтому пришли чуть попозже но уже здесь есть люди кто-то бегает кто-то ходит с палками кто-то просто сидит и наслаждается и почему бы и нет мне кажется что именно в это время стоит сюда прийти без людей потому что без людей здесь особенная атмосфера есть одна очень хорошая фраза кто рано встает тому бог дает и у того получается вот такие замечательные фотографии парк имеет перепад высот в 6 метров и за счет этого создается невероятный объем но такой ландшафт придуман не просто чтобы увеличить количество шагов на телефоне а из-за технической необходимости под землей спрятали систему которая обеспечивает работу стадиона спустившись прямо от полей шалфеем мы попадаем в одну из основных точек притяжения идешь по парку и встречаешь какую-то необычную серебристую скульптуру не понимаю на что она даже похожа кстати можете написать в комментарии что она вам напоминает как оказалось эта скульптура называется геолокация ну в принципе логично вроде похоже и как говорит сам художник который ее создает создал андрей блохин эта скульптура отождествляет долю секунды застывшую в металле особенно меня поразило что окружающие объекты не отражаются от зеркальных верхности перевернутой капли они с невероятной точностью высечены на ней причем если присмотреться к деталям то можно понять что на геолокации изображена панорама именно того места с которого вы на нее смотрите вообще считаю что мне несказанно повезло потому что друзья понежиться на краснодарском солнышке на фоне капли в море можно только сейчас придете сюда попозже ну уже знаете такой возможности может и не быть как бы лежаков немного сколько штук 8 зато комфортно приятно птички поют ну в целом в общем то хорошо согласитесь что встретить подобное в каком-либо парке россии вообще невозможно я даже такого не видела никогда зато в парке галицкого сидишь кайфуешь лежишь в целом вообще делаешь все что хочешь но главное пораньше приходите краснодарский городской парк скорее похож на ботанический сад ведь в нем собраны не только привычные но и экзотические растения которые невозможно встретить в россии всего здесь более двух тысяч семисот деревьев парк так и пестрит экзотикой пальмы оливы эвкалипты секвой и тюльпан вообще такое я не знаю что это но это похоже на тюльпановое дерево не знаю дерево из моего детства вообще кстати вот чем хорош парк галицкого здесь собраны вообще уникальные деревья которые даже не растут не то что у нас в россии а за пределами нашей огромной страны они привезены сюда из самых разных уголков мира и прямо сейчас мы идем к одному из редчайших экземпляров которые появились в парке галицкого и точно станут элементом притяжения всех людей по ходу движения к одному из самых заметных деревьев парка краснодара внимание привлекает еще один арт-объект под названием искусственная среда парке расположено большое количество арт-объектов и возле каждого практически есть вот такая табличка на которой можно прочитать о чем же этот объект вот этот например искусственная среда написано что композиция представляет собой многофигурный барельеф из пластиковой сетки идея заключается в вопросе как объяснить искусственному разуму что такое игра и возможно ли передать машине чувство человека причастного к игре вымышленные персонажи кропотливо собирают знания об этом загружают их на серверы и вступают во взаимодействие с машиной которая по-своему интерпретирует понятие слова игра делая своего создателя частью нового цифрового мира здесь же можно скачать приложение recycle group его можно скачать и для андроидов и для айфонов и увидеть дополненную реальность визуально барельеф изображает людей которые строят огромные серверы создают человекоподобных роботов и загружают в них знания о спортивных играх и опыт ведущих спортсменов глубинный смысл мне конечно не совсем понятен зато здесь центре высажена фантастическое дерево харизия родом из южной америки но подождите удивляться сейчас будет самое интересное в пятерку самых красивых деревьев мира входит королевский делоникс и он сейчас за моей спиной делоникс еще называют огненным деревом потому что в период цветения как говорят он полыхает красными алыми цветами которые под красоте не уступают орхидеям ну в целом я могу представить как это красиво но пока что жители краснодара и посетители парка еще не видели этой всей красоты и ждут когда же он заполыхает алыми цветами плюс ко всему здесь можно посидеть возле водички посмотреть на карпов вроде это карпа до кинуть монетку и загадать желание а ну-ка плывите сюда есть монетка у тебя мы что делать просто загадать желание поэтому друзья когда приходите в парк галицкого берите с собой монету чтобы кинуть этим золотым карпом вдруг будет вы знаете вообще карпы питаются особенным кормом но некоторые жители кормят их хлебом не надо этого делать утки тоже не едят кстати хлеб а многие кормят да что там говорить даже я кормила уток хлебом а мне сказали что нельзя потому так может случиться что-то не очень хорошее воды с рыбами такая же история лучше просто наблюдайте я уверена что здесь за ними ведется достаточно уход уход здесь ведется за каждым сантиметром и это видно невооруженным глазом все плитки на месте растения выглядят шикарно и невероятная чистота вот что значит построен на свои деньги хотела сказать что вот здесь как в обычном парке нет табличек знаете везде пишут это дуб такой это куст такой и когда ты подходишь какому-то растению тебе вроде хочется посмотреть что это как она вообще называется откуда она сколько ему лет но наверное это была какая-то задумка архитекторов в целом в целом я соглашусь это не портит внешний вид потому что куча этих табличек мне кажется выглядят немножко мусорно а я даже не знаю что это мы просто шли я только что восхищалась этими идеальными ровными газонами и увидела вот это дерево еще одно честно вот кажется как будто это какое-то место силы окружает кипарисы здесь деревянные лавки опять же можно присесть и что делать думать о высоком но на самом деле привлекло то меня не это дерево не только точнее она а то что за этим деревом находится рододендроны рододендроны да именно рододендроны ударение на е а не на о прошлой весной я пришла в аптекарский огород это в москве есть ботанический сад и там были рододендроны гуляли много людей я тоже гуляла и естественно я как и все говорил о рододендроны но в аптекарском огороде стоит табличка где написано пожалуйста произносите правильно говорите рододендроны и такая картинка я стою значит думаю а так вот в чем дело надо говорить рододендроны и семья рядом со мной проходит такая читает эту табличку так правильно называть рододендроны подходит сын и говорит ома смотри рододендроны в экопланте сейчас народа дендроны акция поэтому переходите по ссылке под этим видео качайте каталоги растений у нас более девяти тысяч шестьсот семидесяти наименований где вы можете найти любое растение на ваш участок по ссылке под этим видео будут все они выходя из аллеи рододендронов ты попадаешь в безграничный переливной или безбортный бассейн который именуют infinity это искусственный водоем в котором вода переливается через один край или несколько краев создавая впечатление что водная поверхность не имеет границы здесь прям максимально можно разложиться даже не обязательно какие-то позы там принимать специальные просто лежишь да наслаждаешься слушаешь шум инфинити бассейна и опять же думаешь о высоком тут только высокому можно думать больше ни о чем по периметру высажены редкие фиалковые деревья которые называются жакаранда или джакаранда у растения удивительное пурпурное цветение редко в природе но особенно в наших широтах до смотрятся они безусловно красиво особенно когда зацветают но как мы видим из-за того что это очень very nice video man very nice video it's a little bit long i cannot just stay here for the entire video but it's impressive how they keep it nice and clean and very beautiful i mean this is crazy so this is more like an investment right somebody paid 4 billion rubles on this kind of part i mean looks beautiful and the fact that keep it nice and clean organized this is amazing as you know again it's it's just more reflection on russian's culture amazing let me know what you guys see in the comment section below i'll see your next one